Всем снова здравствуйте! Ну, кто меня смотрит сегодня уже во второй раз, тем тем более здравствуйте! Как-то на меня предыдущая моя серия по Диппонии оставила довольно двойственное впечатление. С одной стороны было хорошо, а с другой не было вообще игры. Были только разговоры, озвучка диалогов. Вот если бы эта игра была переведена на русский с озвучкой, то от меня бы вообще ничего не было в этой игре. В этой серии. Так что, как и обещал, серии у нас появятся немножечко почаще. Хоть они и будут покороче, эта серия наверняка будет вообще 20 минут, если не меньше. Надо хотя бы что-нибудь сделать, хоть что-нибудь проверить. Ну и я не понимаю только, что нам делать, потому что основная задача это разбудить Гуал. Чтобы разбудить Гуал, нам надо осуществить вот этот рецепт. Да. А, кстати! Наконец-то у меня, похоже, появился бокал, в котором... А-а-а! Нет, вот бокал у меня точно такой же есть, я его получил, но в нём нет воды. А наверняка, кстати, воду я могу в подвале у Вензеля набрать в этот бокал, и всё будет круто! Чистая, оживительная, богатая энергия и вода, да. Пока Вензель разбирается с нашим мэром, ну вернее, торчит вот здесь, вот пойдём-ка мы к нему домой. И ограбим его на один бокал... Нет, мне нравится слово «бокал». На один бокал чистой и приятной воды. Я думаю, это самое лучшее, что можно сделать, по крайней мере, я до этого могу дойти логически. Потому что больше я вообще не понимаю, что логически делать в этой игре. Вроде локаций не столь много, но... Не получается. Так, дом Вензеля у меня теперь даже красиво показывается этим шариком. Да, в дом Вензеля, я думаю, будут телепортироваться, чтобы не терять много времени. Кстати, можно и даже обыскать здесь. Может, я ещё что-нибудь у него сопру. Например, вот эта вот форма Наполеона. Но это реально кафтан. Кафтан. Картуз. Как называется это? Ну, короче говоря, форма Наполеона. Именно так и выглядит. С этими и палетами и со всем остальным. Так, где у него вода-то была? В подвале? Не на кухне ведь, да? Да, в подвал. Хорошо, что я посмотрел на рецепт, а то так бы и не подумал, что именно в этот бокал надо воду брать. Так, наверняка, я уверен, процентов на 90. Так, бокал, вода. Я не хочу возиться с вонючим родником Вензеля. Чего? То есть... То есть нет? Да. Интересно. А что он на нем вообще думает? Ну вот, я его отлично вижу. Песок. А вот дохлый жук. Чистая вода. Тоже мне. А, то есть его это не устраивает, да? А куда бы мне это набрать тогда? Может, я как-то смогу очистку воды сделать? В воздушный шарик вода не набирается, случайно? Да, он не хочет возиться, это я понял. Это же не то, что мы ему налили. Это у него все-таки именно родник появился, да? Ну вообще, моя чистая... Как-то чистая теория накрывается медным тазом. Я не знаю, что делать дальше. Так, а если биолокатором поискать воду и вообще... Да, он не хочет по-прежнему здесь возиться, все остальное. Надо куда-нибудь пойти и поискать воду этим биолокатором, я почти уверен. Но я не знаю, где. Так, последние проверки. Ручная горелка может спалить его родник к чертовой матери, так сказать. Не, он по-прежнему не хочет возиться, ну и бог бы с ним. Может, у него родник на втором этаже откроется? А, на втором этаже у него кухня, да, самое то. Топка снова. Может, там что-нибудь есть? Нет, я могу только открыть и закрыть. Ну, тоже ничего. Интересно, может, там можно что-нибудь выкинуть? Например, магнитное поле планеты, и все это навернется медным тазом, и ничего больше не будет. Я вообще не понимаю, почему это называется именно магнитное поле планеты, если это прибор для изменения магнитного поля планеты. Хотя, возможно, эта планета вообще искусственная, и... Может, он имел в виду эту ситуацию? Так, что он говорил вначале, чё-то я отвлёкся. Приложи воронку к дырке, как говорил мой отец. Может, он имел в виду именно эту ситуацию? Нет, твой отец имел в виду явно не это. Я даже не хочу думать, о чём думал твой отец, говоря это. Да, в доме-вензеле явно ничего не сделать. Обидно. В подвал по трубам нет ничего, значит, пойдём отсюда. Но вода-то, она просто так не ищется, её надо искать именно где-то, где это может случиться. Так. Ну вот, меня подмывает пойти либо к городским воротам, либо в переулок. Потому что я пока что не знаю, что делать, но вот аварийный телефон по-прежнему не отреагирует на него никак, да? Скажешь, что нужно вызывать, когда он что-то делает. Алло? Я хочу сообщить о преступлении. Алло? Отлично. Гизма, похоже, нет на месте. Но как только ты случайно уронишь трость старейшины в выгребную яму, он тут как тут. Я попробую ещё раз. Но потом. Хм, а почему Гизма-то нет на месте? А, да, Гизма там, у мэра, а должен обитать он именно в переулке в своей месте, где он обычно обитает. Что у меня ещё по этому рецепту всё-таки надо взять? Живительная влага. Богатая энергия и вода. А, богатую энергию и воду я по-любому сумею набрать. Может быть в этот стакан всё-таки? Пойдём-ка мы вот сюда вот, городским воротом. Там у меня по-прежнему льётся жидкость из аккумулятора, кислота. Может её в бокал надо набрать, иначе я не знаю. Давай, иди. О, точно. Ага, я слил жидкости, даже не покалечился. За это надо выпить. Только не это. Ай. Да. А интересно, мы сможем заткнуть теперь эту дырку чем-нибудь, или она так и будет литься, а? Да, отличная работа, Руфус. Теперь у меня есть две части моего рецепта, чтобы разбудить гуал. Перец чили и кислота. Что же станет с нашей бедной девочкой? Хотя, скорее всего, она станет окончательно сумасшедшая, так же, как и мы. Нам эту на руку. Ну и я по-любому уверен, снова по-любому, но это чёрт с ним. Что на том, что мы её разбудим, игра ну никак не закончится, потому что игра не может быть такой короткой. Я вот смотрел у Фрея, у него все квесты получаются где-то на 36-40 серий. И эта игра наверняка, мне кажется, не будет короче. Ладно, мы это ещё проверим. Да, стимулирующая добавка. Так, у него нет идей, что это такое. Но хотя бы кислоту я взял. Бокал с богатой энергией и водой. Кстати, я могу все эти части? Да, эти части я должен засовывать кофемолку, которая находится у нашей девушки. Вернее, у нашей бывшей девушки, которую вот как зовут я снова не помню. У меня вообще проблема с именами. Вот Гуал я помню. Я даже не помню, как меня зовут. Хотя нет, меня зовут Руфус, это я помню. Ладно, пойдём засунем это тоже в кофемолку. Может быть, она нам ещё что-то новое скажет. Кстати, вот этой фигни я не помню. Но на неё я не могу кликать, так что явно она нам не нужна. Так, открываем кофемолку. Засовываем туда бокал. Согласно рецепту, порох и воду надо добавлять отдельно. Ага. То есть нам нужен порох. Ну, я это и так знал, но тут он подтвердил мои догадки именно прямыми словами. Что же у неё ещё можно спереть, а? У неё же был порох, мне кажется. Ну, крюк я у неё уже брал, мне ещё один крюк никак не нужен. О, жердь! Раньше здесь висела клетка попугайчика Тони. Но он не мог с ней мириться, поэтому сделал ноги. Он умер от старости. Ага, как скажешь. После того, как ты случайно заразил его. Прогири. Моя версия мне нравилась больше. Так, понятно. Они орут так быстро, я не успеваю. Если бы я ещё по-женски пытался говорить. Но хотя надо отдать должное Тони, у неё абсолютно не женский голос. За неё даже не хочется говорить по-женски. А вот на эту жердь я наверняка что-нибудь ещё смогу повесить потом. Может быть даже я повешу на ней Тони, когда она меня достанет окончательно. Я вообще человеколюбивый. Так, а купоны-то купоны. Купоны мне ещё нужны или уже нет? Кстати, ручка. Всё ещё не хватает двух ингредиентов. Хм, всего двух? Странно. Ладно, пойдём искать порох. Кстати, Тони, что ты нам скажешь? Так, подарочных купонов, это мы проверяли. Ага. А я не помню, я это говорил или нет. Знаешь, Тони, я через многое прошёл в последнее время. Да, неужели? Если бы ты постоянно не калечился в моей жизни, совсем не было бы радости. Но если с тобой снова что-то случится, ты знаешь, где найти мою аптечку. Ага. Да, в аптечку мы сходили, в аптечке не было ничего интересного. Мне нужны ингредиенты. Если в холодильнике ничего нет, ты больше ничего не получишь. Нету смысла, конец дискуссии. Да, 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 это мы уже читали. Я не буду на это отвлекаться, мне пора, я тебя уже несколько лет это говорю. Бла-бла-бла. Как говорится по-английски, бла-бла-бла. Только последней буквой там обычно идёт Я. Но я не могу сказать это, чтобы... Не надо было накладывать цензуру. Так, хлам, хлам, хлам. Нет, в магазинчике Тони явно тоже ничего не надо. Наверное. Что у нас осталось ещё? Ха, в центр города. Я в центр города вообще ходил когда-нибудь или нет, а? А, центр города это просто вот это место и всё. А то чё-то я помню, что я такой локации не очень вспоминаю. Ладно, переулок. Что нам скажет наш чокунтый товарищ, который предлагал нам сделать всё-таки этот кофе? Да, звали его Лонза. Это, соответственно, его бар. А чем мне у него нравится? Мне нравится его музыка. Так, с этим я сделал всё, что можно. С этим я тоже сделал всё, что можно. О, закрытый лоток. Что в нём есть? В нём, похоже, ничего нет, но в него можно что-то положить. Может быть, всё-таки этот бокал? Хм, жидкость богатая энергией. Но прежде чем залить её в отсек, нужно смешать её с другими ингредиентами. Понятно. Сюда мы принесём то, что сделаем в кофемолке. Чашка экспресса. Лонза, наверное, долго ждал этого исторического дня. Ему надо было меня раньше спросить. Взять? Чашка всё ещё пустая. Всё ещё, ключевое слово. Да, ничего я не могу с этим сделать. Мне нужно сюда только всё нести, значит, эта локация тоже пустая для меня, и нам сюда не надо. Надо отсекать локации, только почему-то я иду только в те локации, в которых мне ничего не надо. Это меня раздражает. Ладно, здравствуй, Лонза. Что именно я должен делать? Всё написано в рецепте, который я тебе дал. Принеси мне все ингредиенты из списка. Да, да, да. Бла-бла-бла. Хм. Что я могу ему ещё сказать? Хм. Ты не поверишь, что сегодня со мной случилось. Да, в этом ты прав. Почему бы тебе не оставить историю при себе? Но в ней есть всё, приключения, драма, романтика. И дракон? Нет. В таком случае мне неинтересно. Хотя ты мне напомнил? Да, там и правда был дракон. Поздно. Вот хлам. Да, и что же он нам ещё скажет, интересно? Или всё-таки не надо его ни о чём спрашивать? Мне кажется, я обо всём этом уже говорил. Так что... Пока, Лонза, мне пора. Но я пошёл доставать ингредиенты. Давай, я буду здесь, если что. Как-то по тебе даже видно, что ты останешься здесь. О, чё-то новое. Хотя нет, это тоже кофемашина. Значит, пойдём отсюда. Как всегда, в единственном направлении. Нафиг. Нас посылают нафиг, мы ходим нафиг. Вот интересно, этот попугай. Всё-таки не надо его принести нашей Тоне. Недаром же мы заговорили о попугайе. Может, его как-то надо задобрить и принести его ей? Она что-нибудь новое скажет? Умираю с голода. Кра. Понятно. Хо. Может, ему дать успокоительного? Хотя нет, нам нужна трубка, чтобы кого-то застрелить из этого дротика. Просто абсолютно нужна трубка. Покормить попугая мне нечем. Скальпелем я его резать не буду, потому что я люблю животных. Хоть у меня их и нету. Так. Ну, наверное, на станцию спасения. Там чего-то было. Вернее, там было очень много чего. И, наверное, я что-нибудь там да выложу. Хотя бы одно что-нибудь. Только я не понимаю логику этой станции и что я должен именно там выложить. Смогу ли я надуть еще один шарик, например? О, кстати, кандалы снова. Вот кандалы мне обязательно пригодятся. Да. Хм. Могу. Интересно, не ожидал. Мы же уже использовали шарик, а он снова надувается. Ладно, тем лучше для меня. Я еще думал, что я надую шарик, а он лопнет сразу же. И типа нам покажут, что уже никак это нельзя использовать. Так, медицинский шкаф. Есть ли там что-нибудь? Так, не открывается. Вот хлам, заперто. Могу ли я тут биолокатор использовать? Может здесь вода где-нибудь есть? Да, здесь воды нет. Неудивительно, а дождя не было несколько недель. Ладно, биолокатор нам тут не нужен. Смогу ли я отпереть этот шкафчик, например, бормашиной? К счастью, я одаренный взломщик. Но не в этот раз, да. Проклятие с правильным инструментом, это все да. Это было в предыдущих сериях, можете смотреть предыдущие серии, там я это говорил и не раз. Хм. Меня смущает вот это дерево, зачем оно здесь? Что я с ним смогу сделать? Или если на нем ручки нету, а есть только глазик, то я с ним просто ничего не смогу сделать, и оно тут просто для красоты. Чтобы я на него посмотрел. Ладно, дернем за рычаг. Не, ну кандалы-то я никуда не смогу, ровно как и огнетушитель. Вот кандалы сюда. Как же часто люди бегали вокруг меня, да-да-да, бла-бла-бла. Моицинский шкафчик. Счастью, я одаренный взломщик. Проклятие с правильным инструментом. Могу ли я сюда куда-то прицепить кандалы? Нет, пока что не могу. А к дереву? Угрозы побега пока нет. На себя? А, на себя он еще, кстати, не умеет применять, он только бегает. Нет, это полезное замечание, которое я наконец-то заметил в 10 серии. Так, ну все, опускаем рычаг вниз, смотрим, что дальше. Я еще помню, мне кто-то когда-то говорил, что эти кандалы надо как-то вот на это что-то использовать. Я не понимаю, как это сделать. Мне нужны эти наручники, но как их взять? Да, телекинетические силы на потом. Не дотягивается он. Ну что, с шариком или чем? Да, я, конечно, могу попасть в них. Но я не стану спустить... Чего? Но я не смогу спустить их вниз таким образом. Так, комбинируется ли у меня шарик с чем-нибудь? Нет, с этим не комбинируется. О! Блин, тсс! Хи-хи, взорвался. Ну, ё-моё. Шарик с дротиком скомбинировал, не думал, что он так делает. Ага. Теперь у меня шарика еще нету, потому что мне надо его надувать, а надувалка улетела вниз. Решетка камеры. Кандалы на решетку. Угу, идет. Наверняка снова какую-нибудь гадость скажет, да, угрозы побега пока нет. Хм, полицейских кавчиков. Больше тут нечего воровать. Сказал он, грустно-грустно. Ага. Он слишком тяжелый, чтобы таскать с собой, но это не важно, потому что... Да-да-да. Как же мне взять наручники? Наручники на каких-то весах, должно быть это символ. Перегруженных метафор. Ну да, это должен был быть символ... Как-то символ-символ... Как называется-то? Destiny. Destiny, Destiny. Дожили по-английски помню, по-русски не помню. Ну, статуя такая, с завязанными глазами и с весами. Правосудие, во. Хотя вряд ли это Destiny, но все равно. Меня смущает то, что я не могу ничего на другую половину весов положить. Почему? Я бы на нее кандалы вот эти вот положил, например, вот сюда вот. Или кандалы на наручнике. Да, угрозы побега пока нет. Что же я могу туда зафинделить-то? Ракету, например. О! Ракета и ручная горелка. Ни за что! У меня же карман загорится. И не Тони не станет меня лечить в этот раз. Как-то странно это переведено, но ладно. Прибегу свои телекинетические силы. Да. Злите вы меня. Что если еще раз вниз? Ага. Снова за решеткой что-то томится. Здесь по-прежнему нечего брать. Пожарный шкафчик. Я оттуда тоже все спер. Больше тут нечего воровать. Да, да. Меня смущает. А, дверца! А что за дверца? А если ее осмотреть... О, тут дыра в полу. Эээ. А, дверца это вот эта вот фиговина что ли? Мда. Что если кандалы на тебя? Если бы эти кандалы не были такими широкими, я бы прикрепил их к той дыре. Но они слишком широкие. Ага, это намек. Значит, нам придется доставать наручники сначала? Что ли? Я не понял. Или как-то пилить кандалы. А чем могу пилить кандалы? Бормашинкой? Угрозы побега пока нет. Да, 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 да. Мы это уже смотрели. Может, ручной горелкой можно их как-нибудь покорнать? Да, угрозы побега пока нет. А может, мне эту дверцу надо как-то расширить, а не с кандалами что-то сделать? Крепко прикручено. Да, бормашинкой. Тебя дверца. Или скальпелем заточить. Зель, лезвие затупится. Вдруг мне придется делать операцию на сердце? Хм. Вот как бы все можно применить, и все как-то по логике можно взять. Да, дверца, лучше не надо. Я могу задеть провод, или острие гнездо. А, или осиное гнездо. Раньше такое случалось. Это все. Так, что я могу делать с чего-то? Да, я уже на среднюю кнопку мыши проверяю, что я могу делать, потому что у меня не хватает фантазии. Ну, бормашинкой я не могу это расширить. О! Могу ли я кислотой заточить эти кандалы? Тоже логично. Угрозы побега пока нет. Да достал ты меня своей угрозой побега. А в дырочку кислоты... Так, она и так кислая. Мне нужны кандалы, наверное. Чтобы как-то присо... А, не кандалы, наручники. Чтобы как-то присоединить их к кандалам. Хм. Забавно. С огнетушителем что-то можно сделать, но с собой он его не возьмет. Да, Йони, хотел я этого делать. Хм. Может, тоже его бормашинкой? Мне все хочется продырявить. Да, не хочет. Я уже не зачитываю эти фразы, я десятый раз это говорю. Да, бегали, бегали с этой штукой за тобой люди. А вообще это стыдно, мог бы мне признаваться. А могу ли я из огнетушителя тоже набрать шарик? Да, за ним бегали люди. Продырявить отравленным дротиком, отравить огнетушитель тоже нельзя. Что же делать? Что же делать? Не понимаю. Вот как бы ругался, что та серия была чисто разговорной, а в этой не понимаю, что делать. Ладно, давайте-ка я с вами немножко попрощаюсь вот сейчас вот, но не надолго, а? Или надолго? Вообще пора бы уже и надолго прощаться. Хм. Но тогда в этой серии будет как-то непонятно, что я вообще сделал полезного. Я еще что-нибудь сделал в этой серии, ну да, набрал кислоты. Сколько я записываю, я не помню. Но, наверное, минут 20 было. Так что давайте я, чтобы не клеить много серий, попрощаюсь сейчас с вами. Попробую записать на сегодня последнюю серию, которая будет как раз вот последней на сегодня. Будет у нас три таких серии, коротеньких, которые можно всегда посмотреть по отдельности. Я обещаю, что я не вернусь в следующую серию, пока не пойму, что мне делать дальше. А пока что это был Курящий из окна. Смотрите, подписывайтесь, как всегда. И пока. Надеюсь, ненадолго. Продолжение следует...